Привет, мои хорошие, с вами Сирена Сэй. Сегодня будет такое видео, не знаю даже, что за видео получится, надеюсь, получится интересно, потому что я решила всё сюда собрать. Сегодня такой день, я думаю, блин, надо снять, идеи куча, надо там то дождаться, то дождаться, то есть у меня всё вот такое вот в процессе, в общем, я же там заказывала некоторые посылочки с определённых сайтов интересных, которыми хочу с вами поделиться, и думаю, что для вас будет что-то в новинку интересное. В общем, зашла в фикс прайс, ещё что-то купила, заходила в Ашан, там что-то купила, интересно, ну с чем хочу поделиться, короче, сегодня у нас будет такая болталка, походу я покажу, что я купила, и расскажу о своих планах на ближайшие дни, потому что много мне в комментариях задают вопросы, что я буду делать со своими волосами, когда я буду там снимать об уходе за волосами, ну всё, сейчас потихонечку скажу. Давайте так, походу начнём, про покупочки, да, фикс прайс, то, что я купила, докупила, там подарки будут какие-то, вот, кстати, идеи к подаркам будут, ну, а дальше продолжим, в общем, по наитию, если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, фикс прайс, в фикс прайсе я купила опять вешалки, у меня оказывается, я всё покупаю, покупаю вот эти вешалки, а у меня всё те старые не кончаются, толстые, и я прям вижу, как заметно-заметно у меня уменьшается, ну, то есть увеличивается место в шкафу, благодаря таким вешалкам, и то, что они парадизинные, силиконовые, наконец-таки мои маечки не падают. Сынурик, как всегда, проснулся, как только начала мама снимать, надеюсь, нас не будет отвлекать, а просто покрутится на кроватке, и лёжнет. Кстати, у меня сегодня, видите, необычный образ, потому что вот волосы у меня, это я уже помыла после тоника, с покраски выстрелила видео, видимо, понравилось всем, много девочек, которые любят за своими волосами ухаживать, и это видео привлекло очень много подписчиков ко мне на канал, так что я приветствую мои новые подписчики, вас у себя на канале. У меня маленький ребёнок, поэтому иногда я вот так вот отвлекаюсь и смотрю, что там у него происходит, так что не обращайте внимания. Ему два месяца, кто будет спрашивать, два месяца с копеечками. 23 сентября он у меня родился. И вот, я подумала, что хочу какой-то новый образ. Смывается потихонечку, да, моя краска. Вчера я помыла, это была у меня уже раз, два, три, это была четвёртая помывка, значит, перед этим я мыла с маслом, после этого я помыла глиной, белая глина. Бабушке Агафьи такой нашла гель для душа, для дела, там, всё вместе, в общем, белая глина, думаю, дай-ка нанесу. Нанесла, девчонки, три раза помыла, прям вода фиолетовая, прям, такое ощущение, что очень хорошо смывалась, до этого не так было. И вот я уже ближе к блондиночке, цвет прекрасный. Мы были вчера в торговом центре, и просто дети так смотрят, мне прям не хочется от этого цвета избавляться, потому что дети смотрят, ааа, фиолетовые волосы. Так мило вообще, на самом деле, столько внимания, если чувствуешь каким-то особенным. Я надеюсь, не смотрят на меня, как многие пишут в комментариях, что у меня цвет там как у бабули какой-то. Мне очень нравится. Я не считаю, что этот цвет как у бабули, и вообще эти цвета сейчас очень модные и трендовые. Если сюда ещё добавить пряди разноцветные, серые, розовые, синие, пожалуйста, посмотрите в интернете. Это сейчас тренд, кто не знает. Это модно. И мне очень нравится, и пока мне идёт. В дальнейшем я собираюсь краситься в серый цвет. И кто мне советует краски, кстати, я уже их купила. Я вам покажу сразу же на следующий день, после того, как я покрасилась в свой вот этот вот цвет, и думала, что будет серый, да, видео, хочу серый цвет. Я купила вот такие вот себе, ой, крышка осталась в пакете. В общем, сразу же на следующий день я посмотрела видео, да, той девушке, которую вы мне скидываете, где она красит вот этим вот тоником. Только я купила 9,5,1, а у неё 9,5,12. Но это один и тот же цвет, и как я посмотрела в видео парня одного, он говорит, что, как я поняла, это одно и то же, просто тот более стойкий, более долго держится, а этот менее долго держится. Но цвет один и тот же серый. Вот я взяла два тюбика, и будем краситься, когда я буду блондиночкой. Так что следите, смотрите, я обязательно вам покажу. И если вдруг цвет мне уже совсем надоест, потому что каждый раз, я не знаю, вроде надоел, уже готова поменять, а вот такие вот дети, когда, ой, фиолетовые волосы. Я такая думаю, оставлю. Я купила ещё две краски на всякий случай, если вдруг что-то меня прям в голову дудёрнет, я посветлю их. Купила вот такие вот две краски, L'Oreal Excellence. Я доверяю, в принципе, этим краскам, потому что я красилась L'Oreal долгое время, муссом и так далее. И, вы знаете, мои волосы никогда не портились. То есть это не порошок. Когда мне говорят, что вот осветлилась, тоже моё видео предыдущее, омбре, балаяж в домашних условиях. Это вот у меня другой вариант окрашивания был. И все говорили там, вы портите свои волосы. Я три раза могу вот этой краской обесцветиться, и мои волосы вот на ощупь, просто после мытья будут прекрасны. Нежели как я пошла один раз в салон и осветлилась порошком. Ну, хотя не суть. Порошком можно и дома, да, осветлиться. Не в салоне дело, да. Но осветляют в салоне порошком. Они даже краской, ну, не возьмутся. Они не скажут, скажут вам, ничего не возьмётся. Ну и когда я осветлилась порошком, конечно же, я ощутила, как мои волосы сразу стали бористые. Они стали вот, ну, другими. Они суховатые. И я это чувствовала на ощупь. Поэтому я вот такими красочками по чуть-чуть, по чуть-чуть лучше осветлюсь. Ну, для меня это так. Второй момент, кто говорит мне, иди в салон, если ты хочешь серый, там, и так далее. О покупках видео, да. В общем-то, второй момент. Я люблю экспериментировать. Я люблю всё делать сама. Весь прикол в том, не чтобы пойти в салон. Я могу пойти в салон, не сделаю там, могу пойти в дорогой. Хотя, вы знаете, раз на раз не приходится. Я пошла в дорогой салон, и мне там не очень хорошо покрасили корни, и вон, все плевались. Цвет красивый, да, сделали, но корни были ужасные. Не то, что я хотела. Поэтому раз на раз не приходится. Нужно найти, во-первых, сначала своего мастера. Ну, а самое важное, я люблю экспериментировать, и сама всё делать люблю. Я делаю это как раз-таки эксперименты на себе, потому что я люблю экспериментировать. А для вас вы можете на мне, на моих волосах посмотреть, как и что можно добиться. Я же всё показываю, всё рассказываю, всё нюансы. То есть, без цензуры, как говорится. Я не скрывала какие-то вещи. Вот у меня в прошлом видео, мама открыла дверь в туалет, в другую комнату, и вы увидели, заляпалась вся. То есть, ну, вот как есть, спонтанное видео. В общем, всё я хочу делать дома, мне это нравится, я хочу экспериментировать. Волосы мне свои не жалко, по одной простой причине, что я не считаю, что я их убиваю. У меня хорошие волосы, я за ними ухаживаю, и даже в салоне мне сказали, что, ой, ничего себе, вы вот то, вот то делали, и волосы у вас не убитые, я хочу сказать. Даже после того, как она мне их обессветила, понимаете, даже я почувствовала, что они испорченные. Но она сказала, что классно. А вот сегодня я ещё подумала, ну, вот у меня такой цвет, надо же мне снимать видео каждый раз, когда у меня меняется цвет, чтобы себе было на память, чтобы вы видели, как я меняюсь, может быть, кто-то тоже красит. Потому что много девчонок писали мне, что они тоже красятся в этот цвет. И, ну, то, чтобы на моём примере вы понимали, что с вами будет, что случится. И если, конечно, вы такие, если вы такие не как я, да, я сначала сделала, а потом начала смотреть видео на ютубе. Оказывается, всё до меня уже делали, куча советов. А я такая в голову взбрело, думаю, сделаю, а только потом начинаю смотреть ролики и узнавать, как нужно было правильно. Вот если вы такой человек не как я, то вы сначала смотрите мой ролик, и на моих ошибках будете учиться. Вот, за своими волосами я ухаживаю, всё с ними будет хорошо, не переживайте, потому что у всех волосы разные, и мои волосы уже много всего перетерпевали, и тут вот, все с ними хорошо, я за ними ухаживаю и делаю много-много всего. У меня есть два ухода за волосами на моей, в бьюти, плейлисте, кому интересно, тоже много задают вопросы, заходите, смотрите туда. но скоро я сейчас жду набор целый по уходу за волосами, и я тоже сниму ещё вам уход за волосами, потому что я буду восстанавливать после всего этого, потому что тоник действительно сушит волосы, и как бы будет. Может быть, сегодня они не так хорошо блестят у меня, как обычно, потому что, когда я вчера мыла голову, у меня не оказалось нормального бальзама под рукой, а это тоже очень важно. Оказывается, одни средства после, несмываемые, даже масло у меня там это, они не помогают. Обязательно нужен хороший бальзам. Вот у меня были два нехороших, я их использовала, и вот ощущение, что как будто хозяйственным мылом голову помыла немножечко. В общем, давайте дальше поедем, прокраски закончили. А, ещё я хотела сказать, что сегодня у меня необычный такой. Я хотела накрасить, думаю, под эти волосы накрашу как-то необычно губы, яркий цвет, видите, необычный такой. И думаю, прикол будет в том, чтобы не красить глаза. Вот просто всё затонировать, выделить скул, и всё, чисто одни губы будут яркие. Потом думаю, нет, ну что-то, наверное, это будет не очень. Нарисуй-ка я стрелки. А нарисуй-ка я стрелки необычные. Начала мазюкать, в общем, я как бы стрелки сделала очень-очень такие вот большие. Потом я решила сделать блеска. В итоге получился яркий вот такой макияж. И потом думаю, да, одену я ушки, одену я чокер, одену это. В общем, получился такой интересный образ. Мне понравился. И думаю, ну классно, будет на память такой образ. Кстати, скажите, как вам? Идёт ли мне этот цвет помады с этим цветом волос? И вообще, вот как вам этот образ? Поедем дальше. Украшения к Новому году. Вот такую штучку я купила. Вообще, я бы всё заделала такими штуками. Это я купила не в фикс-прайсе. Это я купила в Ашане. И стоит она 100 рублей с лишним. Да, 115, по-моему, рублей, да. Такая пушистая. Она может ложиться. Что, Занька мой? И снимаю видео для девочек. Что? Сейчас я к тебе подойду, Зайка, поговорю. Такой суслик маленький. Проснулся и ей захотел. Я его покормила немножечко. И уснул снова. Значит, что я хотела про эту штуку? Вот я её буду применять, когда буду снимать. По планах. Буду скоро снимать, как украсить комнату. дождусь посылочки ещё. И на днях уже сниму, как я буду украшать комнату свою. В общем, я тут уже куча идей, куча идей. Вот в Ашане ещё купила вот такую штучку. Я хочу эти снежинки сделать на окно. И тоже буду показывать, как. Мне кажется, очень красиво будет. Такие беленькие снежные снежинки будут. Дальше. А, кстати, история у меня возникла. Это вот мне ещё кремушек подарили. Это в Ревгоше. История возникла недавно. Представляете, я прям вообще была такая злая в тот день, но Ревгош меня успокоил. Прихожу, представляете, в Ревгош. И спрашиваю, вот у нас в одном только месте на сайте есть вот эти краски. В Ростове-на-Дону. Это в Ревгоше, на Садовой. Прихожу туда и говорю, девочки, мне нужна, объясняю вот так, краска для волос, мус, шварцкоп, Егора, серый цвет мне нужен. Они такие, не, у нас такого нет, пройдите в конец туда. Я прохожу в конец. Четыре человека стояло в начале, четыре человека стояло в конце там. Я у них спрашиваю, вот такой-то мус, это-то, всё объясняю. Они говорят, у нас нет такой марки. В общем, я уже было уходила, но просто сам факт, я почему очень разозлилась, потому что я была с ребёнком, и ребёнок мне вот как раз-таки выходить к ним, нельзя было его оставить в машине, потому что это не рядом, чтобы я смотрела вот так за машиной, да, а нужно было бы ходить, и машина была бы не под присмотром. Мне нужно было брать ребёнка, он у меня голодный, его нужно было переодеть. Я там, в общем, натерпелась по холодрыге, всего такого, я взяла его уже в руки, ему жарко. Я захожу в этот Ревгош, ехала через весь город, и тут мне говорят, что этого нету. И я уже, ну, просто думаю, что интернет-магазин заводит в заблуждение людей, да. Я подхожу и говорю, дайте мне книгу жалоб, я напишу, в общем, кто у вас занимается интернет-магазином, чтобы они были более внимательны, потому что, ну, так нельзя делать. Едешь через весь город, приезжаешь, а там нету, а написано в наличии всё. Значит, интернет-магазином не занимаются, нужно предъявлять. И, в общем, пока я писала эту жалобу, подошла администратор, и она такая говорит, да пойдёмте к стоечке, посмотрим. И она вот подошла к стоечке, посмотрела, увидели этот мусс, я говорю, да, это он, просто набрали мусс, тонирующий мусс, и сразу вот этот вот мусс и выпал. И, оказывается, девочки, которые стояли, они просто не знают, видимо, ассортимент свой в магазине. Они стояли рядом совершенно, там отдельно, это такой, как бы входик есть для профессиональной косметики, и там вот шварцкопа много стоит, вообще эта марка есть, они мне сказали, что нету марки вообще этой. Ну, как-то так. И в итоге мне подали всё это со скидкой, за что им большое спасибо, вышло очень хорошо, мне 40% скидку сделали, и подарили вот такой крем для рук, извинялись долго. В общем, я написала, что я претензий не имею, всё хорошо, что хорошо кончается, но на заметку. И кто пойдёт покупать такой серцвет после того, как я покрашусь, вы увидите, знайте, что он там есть, нужно просто настоять, что он есть, или на стоечке посмотреть, где в поисковике по магазину всё это есть. В общем, вот такая вот история была. Дальше, я также купила вот ещё машмеллоу, вообще, это ж такая, такая вкуснотища, я ем по одной ложечке, всё нормально, у малого ничего не происходит. Кстати, многие говорили, почему-то ребёнка называешь малой. Я объясняю, что у меня не ляля, у меня не... Ну, малыш, можно ещё сказать, да, но у меня не... не могу я вот так вот как-то говорить другие какие-то слова, там вот уси-пуся, хотя есть они, и конфетка, и печенюшка он у меня, и зефирка, он все сладости, все ласковые животные у меня, но просто малый-малый это звучит как будто как бы взрослый такой мужик уже, да, просто он ещё маленький, он вырастет, он у меня на самом деле очень умный, у него такой взгляд, я иногда себя так глупо чувствую, они вот с папашей очень похожи, знаешь, достаточно одного взгляда. И он, когда я иногда с ним сисюка, он так смотрит, баба, ты что, сдурела, что ли? В общем, и сразу начинаешь на это, но он малый, потому что он маленький, малый я его называю, мне нравится очень, если кому-то режет слух, я не знаю, это проблема там у того, у кого режет слух. В общем, вот эта вкусняшка тоже отправляется в Белоруссию к моим родственникам, хочу, чтобы они это попробовали, очень вкусная. Также отправляется вот такой вот бритвенный станок, это можно, кстати, подарить вот парням, кто начинает дриться, может быть, да, ну или вообще ребятам всегда, то есть, ну, конечно, лучше знать, есть у него он или нет, если нету, то хорошо бы подарить, а если есть, то подарить какой-нибудь супер классный. Вот у моего мужа, у него последняя там какая-то серия этих джилетов, которые там на вибро, с батарейками, с машинкой стрижены, короче, там все вместе. Покупала я ему тоже вот на какой-то праздник, на Новый год, по-моему. Масочки вот такие вот взяла, кто пробовал, кстати, отпишите, девчонки, мне кажется, они так стильно выглядят, я не пробовала, но мне кажется, они очень классные, здесь 30+, жемчуг, маска увлажняющая против морщин, так как я все время морщинами как бы болею, мне хочется скорее, только-только начинать что-то, я уже хочу все убрать. И маска питательная, с эффектом лифтинга, ну то же самое. Вот кто пробовал такие, кстати, я их в Ашане купила. Также купила батарейки, потому что куча всего у нас, это, кстати, батарейки я купила в Ашане, и меня спрашивали, я купила такие же батарейки и в Фикс Прайсе, и в Ашане, вот заодно сравнить, потому что мне кажется, что вот эти батарейки, эти солевые, но у меня алкалиновые тоже есть, из Фикс Прайса, мне кажется, они, в общем, на мощную какую-то игрушку, вот, например, игрушка, которая у меня вертится у Малова, вот эта вот штучка, да, которая вертится и поет, не тянут, вот эти батарейки не тянут, и алкалиновые как-то не тянут, она плохо крутится. Вот я попробую вот эти, она вообще должна хорошо крутиться, не останавливаться, а когда я новые вот эти засовываю батарейки, она плохо крутится. Но, а для таких, например, мячик там, вот такой вот, я его тоже купила, я подарю это своей племяшке. Желтенький взяла, там должна быть другая музыка, у нас зеленый. Очень классный, вообще вот детям, девчонке и мальчишке, вот если вы еще не брали в фикс-прайсе вот этот мячик, он 199 рублей. Для детей это вообще прелесть, и я думаю, что, блин, и до 7 лет, и в 7 лет можно подарить такой, он очень классный, правда, веселый, потому что мне, мне классно. А если мне классно в 31 год с таким мячиком, то любому ребенку будет по приколу, по приколу. Ну, конечно, не 13 лет, это такой возраст, знаете, когда уже все такое взрослое хочется, ну немножко. Либо совсем взрослый человек должен быть, либо еще там 7-8 лет, я думаю, это будет интересно. Ну и, в общем, вот такие батарейки. Меня просили, кстати, рассказать об этих батарейках в фикс-прайсе. Все, оно все нормально работает, но на что-нибудь такое, вот мячик, светильничек какой-нибудь, вот туда нормально бросить. Вот это я купила в ленте, нигде не могла найти, кстати, вот такие конфетти, я купила в ленте. Это будет DIY, я попробую кое-что сделать, естественно, вам покажу. Если есть какие-то идеи, говорите, что я буду делать. Мне нравится, когда вы угадываете. Ну и, соответственно, на Новый год мужчинам носочки. И, знаете, один раз я подарила на день рождения одному человеку носочки. И этот человек не оценил, как бы. Ну я не просто носочки подарила, я там много чего сделала. Просто это был такой, ну, как бы, постоянный атрибут, который дарит девушка своему мужчине, когда они живут вместе. Вот эти носки, там, трусы, может быть, опять же, бритованный станок. Ну, то, что всегда нужно, и то, что, там, заканчивается, испорчивается, да, портится. В общем, ну и сделала еще, конечно, ужин, там, все дела. Ну, в общем, я больше сделала такого символического всего, что нужно было оценить, а это было в подарок. Ну, а это было как дополнительное такое, то, что, ну, нужно менять, нужно носить. Но сделано было от души, человек не оценил. Я вам скажу, если вы дарите мужчине носки, это я, кстати, дарю своему, ох, не разбираюсь я в этом, тесть, тесть, это отец моего мужа, да? Теплые носочки на зиму, чтобы он не мерз. Тоже отсылаю это в другой город. В общем, если мужчина не оценил ваш подарок, вообще, я вам так скажу, что бы вы мужчине не подарили? Если мужчина не оценил ваш подарок, это не ваш мужчина. Дальше я нашла вот такие штучки золотые. В прошлом видео про фикс прайс я говорила, что их не было, их завезли снова, я скорее их купила. Меня просили на заказ, мне вот эти вот, я их отсылаю тоже. И вот, конечно, новогоднюю скатерть. Скатерть. Прошлое видео мы снимали с Ильей Импульс, и он покупал эту новогоднюю скатерть, а я ее не видела там такую. И только вот сейчас я ее взяла, и я думаю, что на Новый год у нас будет такая скатерть. Ну, она простая такая, я думаю, посмотреть. Да, давайте посмотрим, чтобы вы знали, брать или не брать. Потому что та скатерть, которую я купила, которую я показывала, она очень тоненькая. Ну, я вам скажу, что эта скатерть точно такая же тоненькая. Конечно, может быть, она чуть-чуть по-другому сделана, но она такая же тоненькая, с оленями. Знаете, мама мне вообще сказала, это что, одноразовая скатерть? Она, он говорит, ну, на природу, когда идешь, вот такие одноразовые скатерти. Так что, в принципе, если вы возьмете, постелите ее для антуража, может быть, сверху вашей скатерти какой-то, проведете Новый год, эти все праздники, снимете ее, положите, и она останется у вас как раз-таки для какого-то пикничка. Ну, вот и все, это покупочки были, которые... Что еще хотела вам рассказать? Ох, я снимаю, там уже 10 минут. Извините, дорогие, больше ничего не расскажу, буду с вами прощаться, потому что, знаете, почему я снимаю такие короткие видео, но небольшие, потому что, чтобы я могла их быстрее монтировать, быстрее обрабатывать, и за счет этого я могу вам снимать их каждый день. А если бы было все намного дольше, что иногда получается, на монтаж уходит очень много времени, именно не на сам монтаж, а на вывод фильма. 2, 3, 4 часа он может выводиться, а потом еще загружаться. У меня интернет, как вы знаете, частный дом, йота, вообще медленный, особенно вечером это все происходит. И все, у меня, считай, интернета нету, занимает все, и оно может и 5 часов, и 4 часа грузиться, и я чисто вот смотрю телевизор, потому что компьютеру просто не подойдешь, все зависает. Ну вот такой у меня плохой интернет, и компьютер уже там диск С забитый, я уже его чищу, 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 чищу. Ну просто этот компьютер мне нравится, у меня есть новый компьютер, но он побольше, а мне нравится поменьше, покомпактнее, в общем, пора переходить на новый компьютер. Ну что-то так все не хочется, в общем, тяну резину, тяну залямку. Ну что, дорогие мои, столько всего вам рассказала, надеюсь, видео это вам понравится, назову его я не знаю даже как, фикс-прайсом я его назову точно, хотя здесь мало фикс-прайса, но зато здесь другого много всего интересного, и я вас люблю, люблю, что мне понравилось признаваться вам в любви, такое тепло сразу внутри, и давайте прощаться до следующего видео. Завтра столько всего интересного, нужно готовиться. Все, дорогие мои, лайки, подписка, люблю всех, кто был со мной давно, и всех новых присоединившихся, и всех тех, кто присоединится еще. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока.